привет всем blender 2.8 погнали дальше разбираться что тут да как и в этом ролике давайте разберемся как и что такое мосты как соединять ребра грани полигоны и разберемся как сделать колонны погнали убираем вот эту заставку левая кнопка мыши силчок на свободном поле следом поработаем с кубом приближаем колесиком находимся в object mode выбираем move и перетаскиваем куб в сторону вот так теперь жмем shift d перетаскиваем еще куб дублируем на нанпаде нажимаем единицу нанпад это под правой рукой где клавиатура одни цифры типа калькулятора все это дело выравниваем колесико вертим крутим зажимаем следом нажимаем английскую b все это дело выделяем и жмем control j делаем их вместе объединяем один soft tool делаем вот теперь если нажать на одном выделяется 2 переключаемся на edit mode снимаем выделение левая кнопка мыши с щелчок на окне на свободном поле выбираем полигоны и выделяем их левой кнопкой мыши shift зажимаем и выделяем на втором полигон следом нажимаем правая кнопка мыши на свободном поле и bridge faces вот вы видите что у нас соединились два куба вот такая прикольная штука следом control z если у вас не будет вот эта штука работать то нужно зайти в edit ну в преференции вот сейчас подгрузится вот находим аддоны и пишем в поисковике на английский переходим пишем mesh и ставим галочку mesh edit mesh tools вот эту вот так что еще можно сделать можно теперь выбрать ребра опять же shift и опять же правая кнопка мыши вот такая штукенция получается так следом давайте разберемся как сделать колонну заходим файл это я уберу general не сохранять и вот у нас куб что можем сделать нажимаем гизму вот здесь transform и можно его немножко сплюснуть вот такая штука получается переключаемся теперь в режим редактирования edit mode переключаемся на полигоны выделяем полигон нажимаем и английскую уменьшаем вот так это все дело колесико зажимаем жмем и и вытягиваем опять жмем и и экстрадируем к верху вот получается такая пирамида типа майя ну и давайте выберем теперь в ребра и попробуем с ними поработать переключаемся на ребра нажимаем shift alt и выделяем их по кругу предварительно сбрасываем полигон выделения shift alt и выделяем вот эту вот штуку ребра нажимаем control b и тянем их вот в таком порядке следом появляется вот здесь вот вкладка был мы ее нажимаем переключаемся вот на это профиль жмем делит стираем backspace клавиша ставим точку и единицу жмем enter уменьшаем лупы чтобы было их поменьше или прибавляем вот так вот мы повторяем все то же самое уже с этими ребрами можно работать с внутренними вот этими можно работать с наружными shift alt выделяем опять же жмем control b и вот так их можно опускать все это дело закругляем так верхняя почему-то не выбралась снимаем выделение повторяем все с верхней частью shift alt нажимаем выделение shift alt выделяется и боковые ну давайте выберем то полигон полностью вот таким образом нажимаем и выбрасываем выделение и вот теперь можно shift alt переключившись на ребра вот теперь они выбрались и опять же жмем control b уменьшаем их вот так вот то же самое можно проделать с боковыми ребрами опять же снимаем выделение левая кнопка мыши жмем shift alt выбираем боковые ребра вот эти и повторяем control b вот таким вот образом прикольная штука пирамида основа для колонны снимаем выделение и опять же нажимаем полигон выделяем полигон и попробуем его теперь вытянуть нажимаем е и поднимаем кверху давайте теперь ее сгладить переключаемся в object mode вот такая колонна зажимаем колесико shift и можно передвигать выравниваем следом нажимаем правую кнопку мыши и жмем shade smooth вот так сгладилась колонна вот такой у нее вид и можно еще зайти в контекст найти нормалс и автосмут поставить вот теперь колонна сглаженная выглядит симпатично вот такая штукенца так давайте теперь рассмотрим как сделать круглую колонну опять же файл опять же новый general не сохраняем удаляем куб жмем delete на клавиатуре заходим теперь в add mesh и находим план вот такой вот план и надо его подразделить нажимаем табуляцию переходим в edit mode нажимаем правую кнопку мыши subdivided все это дело вот таким вот образом так шаг назад рассмотрим как сначала так сделать все это дело снимаем выделение левый щелчок мыши и теперь переключаемся на вершины и выбираем их вот нажимаем на них вот здесь вот на вот эти кружочки зажимаем shift и левая кнопка мыши выбираем 4 штуки вот эти ну и теперь s и можно вот вот так вот раздвигать ну в принципе где то вот такая получается заготовка под колонну жмем ctrl z снимаем выделение и опять же правая кнопка мыши subdivided выделяем subdivide подразделили на большее количество полигонов и давайте теперь выделим вот эти вот центральные нажимаем полигоны жмем выделяем 1 можно задержать shift и вот так вот все это дело выделить выделить если какой то полигон не нужен shift еще раз на нем нажимаете все следом это дело нужно удалить нажимаем x и жмем places теперь переключаемся на вершины и жмем shift alt и все это дело тянем нажимаем вот такой у нас круг ctrl z нажимаем нажимаем ctrl shift с alt shift с и вот так все это дело вытягиваем вытягиваем получается у нас круг ну и теперь можно все это дело экстрадировать нажав е вот так получается уже вот можно сделать круглую колонну так не файл add mesh и посмотрим что тут вообще есть торус и вот с торуса будем делать арку переключимся на transform и вот так все это дело перекрутим и вот так все это дело нажимаем на нонпаде тройку и вот так все это дело корректируем чтобы все стояло ровно вот так вот теперь с этим давайте поработаем переключаемся на edit mode жмем снимаем левой кнопкой мыши выделения жмем B выделяем пол вот этого круга и жмем delete так не полностью выделились нажимаем значит show x-ray выравниваем все это дело и теперь опять же B и вот так все это дело выделяем жмем faces удаляем выделяем теперь вот эти вот вершины или можно переключиться на ребра нажимаем теперь shift alt и выделяем левой кнопкой мыши вот эти вот низа колесиком подкорректируем ну и теперь E нажимаем и экстрадируем вниз вот вот такая получается форма арки древовато немножко вышло ctrl z вот так вот смотрим со всех сторон ровно вытянулась вот такая арка если надо поменьше убираем и подставляем сюда две колонны ну а здесь уже можно потом будет поработать с узорами со всей фигней разные штуки можно добавить давайте переходим в object mode и вот такая у нас заготовка под свод получилась вот в таком духе вот такая информация и ссылки как это сделать в the brush кину под роликом все всем пока до свидания